Нет, в противогазе невозможно разговаривать, в противогазе невозможно дышать, в противогазе невозможно что-либо делать. Привет, это Камчатка с Александром Петровым, и сегодня мы узнаем кое-что о противогазах. Я уже говорил о том, что проект Камчатка день за днём, рассказывающий о том, как в разные годы жил наш полуостров, на моём канале завершён. И те ролики, которые вы видите, лишь перезалив, уже имевших место были. Но, как я вам говорил, я не собираюсь отказываться от чтения старых газет и старых документов. Самое интересное, самое милое, самое прекрасное вы будете узнавать из моих уст. Сегодня мы узнаем кое-что о противогазах в один из довоенных лет, в сороковой год века минувшего. И читать мы будем газету «Ударник». 30 января 1940 года газета «Ударник» опубликовала заметку на лыжных соревнованиях. Начавшиеся 27 января районные лыжные соревнования проходят успешно. Далее маленький кусочек заметки пропускаю. Во второй день забег на 5 километров в противогазах. Командное первенство, как и в первом забеге, занял опять «Буревестник». Его время 24 минуты 37 секунд. Второе место заняло спортивное общество части товарища Писарева. В забеге на 2 километра в противогазах для женщин первое место занял «Буревестник». Селиванова, Катыгина. Второе – прибой. Овчинникова, Апанович, Озерная. Тот же самый 40-й год века минувшего. Та же газета «Ударник», кстати, до сих пор выходящая в Усть-Большерецком районе. 12 июля. Работа в противогазах. Читаю заметку. В конце июня в райотделе связи была проведена 30-минутная работа в противогазах. Все сотрудники конторы ровно в 8 часов по сигналу одели противогазы и продолжали работу на своих рабочих местах. Работники операционного отдела товарищи Каюк и Шмельков продолжали нормально обслуживать клиентов. Хорошо обслуживала абонентов телефонистка Григорьева. Работники телеграфа держали нормально связь с городом. Сотрудники остальных отделов также успешно работали в противогазах. И опять газета «Ударник», опять 1940 год, номер вышедший в свет 16 июля. Заметка массовый поход в противогазах. 14 июля в райцентре состоялся массовый поход на 5 километров в противогазах. В нем приняло участие 64 человека. Поход в противогазах продолжался 50 минут. Часть маршрута – 100 метров. Участники совершили бегом. Участвующие в походе показали высокую выносливость и остались очень довольны проводимым мероприятием. Нет. Находиться в противогазе больше 30 секунд – это издевательство. Но вообще старые газеты читать очень интересно. И сегодня вы узнали кое-что новое о том, как в советских развивали никому не нужную выносливость. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-либо новенькое о том, как жива Камчатка в различные годы века минувшего. Если вам нравится бегать в противогазах и дышать спертым воздухом, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. Выполните то, что она вам советует. Если кнопочка подписки из красной стала серой, значит вы будете получать извещение и не пропустите новые ролики моего видеодневничка на канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok